Привет, друг, с тобой Ваголюк. В этом видео, как я и обещал, буду рассказывать про то, как правильно бейкать модели. Я расскажу про мармосет, расскажу про каждую кнопочку, как настроить модель, как подготовить модель к бейкингу и прочие мелочи, которые помогут тебе справиться с этим этапом и перейти к следующему этапу текстурирования. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, а мы начинаем. Я подготовил для этого туториала такую простенькую сцену, которая будет показывать все, так сказать, возможности бейкинга, косяки бейкинга, как можно будет их исправлять, и буду все это показывать. Первое, с чего я начну, это с куба. На некоторых его сторонах я сделал такие интересные формы. Потом покажу, какие ошибки могут случиться при бейкинге, возможности бейкинга. На каждой из этих сторон. Значит, первое, это просто я отбил геометрии, вот такой вот вмятинку такую сделал. Сверху здесь я создал флоутеры, которые будут показывать вот такие вот выпуклости. И с этой стороны такой болтик, он будет тоже запекаться на нормалку, тоже будет флоутером. И вот эта вот самая интересная сторона. Я покажу, как можно вообще запечь внутрянку на плоскость. Может быть, кто-то сейчас не понял, но потом досмотрите просто это видео до конца, и вы поймете абсолютно все. Для этого кубика я создал вот такой вот low-poly куб. Его я тоже развернул так, как нужно. И наборочно на него модификатор триангуляции. Для того, чтобы моделька у меня экспортнулась правильно, но об этом чуть позже. Значит, я на геометрии отбил только вот эту вмятину, для того, чтобы показать различия. Вот такой вот вмятины, которые отбиваются геометрией, да, и каких-то флоутеров, которые будут запекаться. То есть, в чем разница, да, стоит ли отбивать вообще вмятинкой или не стоит, и в чем вообще отличие. Так, ну и здесь у меня на хайпольке вот такая вот вмятинка, да. Тут она у меня заворачивается, просто для того, чтобы тут был такой плавный переходик. Внутрь я создал еще один вот такой вот куб. И поселил сюда вот таких вот трех женщин, которые выполняют свою задачу какую-то, да. Зачем я создал вот этот куб? Для того, чтобы выберутые нормальные, они смотрели внутрь. Потому что при бейкинге нужно, чтобы не было на хайполье вывернутых нормальные. Ну и на лоу-поле, соответственно. Вот, то есть, без него тут все красное, и на бейкинге ничего не будет, можно сказать, понимать. Он будет запекать неправильно. Значит, нужно создать такую внутряночку стенки, показать. Соответственно, на лоу-поле тоже нормалка должна быть нормальная, как бы это ни звучало. То есть, это у меня вывернутые нормальные. Как можно посмотреть? Мы переходим в Overlays, и здесь вот Face Orientation. Мы включаем галочку, и все, что красное, это значит, что у нас тут вывернуты нормальные, и отображается это все некорректно. Для того, чтобы вывернуть нормальные, да, и их исправить, мы нажимаем Alt-N. И у нас вылазит такая вот менюшка, где мы можем их флипнуть, потом пересчитать. Это где-то у нас есть синий, где-то красный. Мы нажимаем Recalculate Outside, и у нас красный выворачивается, именно вот красный, да. А синий остается на месте. Ну, значит, я тут флипну, потому что оно все у меня красное. Все, вот такая вот моделька лоу-польная. Значит, у нее есть своя развертка. Вот так вот я ее развернул. И кроме кубика я создал еще и цилиндр. Цилиндр я расположил вот так вот в притык, для того, чтобы показать, как будет запекаться Ambient. И здесь цилиндр на хай-поле имеет вот такие вот углубления. Прошу, ничего такого сложного. А лоу-польный цилиндр вот так вот, он состоит из 16 сечений, у которого здесь есть вот такие вот продольные три лупа, которые никак не влияют на форму. Я их сделал здесь, для того, чтобы показать одну интересную вещь, да, которую вы могли не знать. Значит, вот такая вот сцена. Давай сейчас расскажу, как вообще подготовить объекты к экспорту в Marmoset. Итак, расскажу насчет кубика, потому что цилиндр очень простой, и тут особо рассказывать да и нечего. Итак, у меня есть лоу-поле, единственный меш, на который будет запекаться несколько хай-полик. Он называется Cube, нижнее подчеркивание, low. Этим суффиксом Marmoset поймет, куда его запихивать, в какую папочку, low или high. Дальше, кроме этого лоу-польного объекта, у меня есть хай-поле объекты. И все они будут запекаться на один лоу-польный, но у них тоже должно быть правильное название. У моего основного лоу-поля меша есть название куб, нижнее подчеркивание, low. У хай-польного меша тоже должно быть соответствующее название. Это куб, нижнее подчеркивание, high. То есть, high и low. Имя одинаковое, разнятся только суффиксы. Поэтому при экспорте Marmoset поймет, что куб, high, он у меня будет находиться в папочке high, а куб, low в папочке low. Все довольно просто. Остальные объекты, которые имеют совсем другое название, с суффиксом fl, ну, floater. Я просто дал для того, чтобы можно было понять, какой объект за что отвечает. Можно их вообще никак не называть. Это не важно, если это floater. Значит, болт, да, floater. Потом статуи, которые тут находятся. Здесь кубик, который будет внутряночку отыгрывать. И вот эти вот две линии, которые будут тоже floater. У всех floater я сделал нижнее подчеркивание fl для того, чтобы мне было проще понимать, что куда их надо запихивать. Вот. Ну, насчет цилиндров все просто. У него есть cylinder low и cylinder high. Все. Если мы будем делать без суффиксов, то Marmoset не будет понимать, куда какой объект забрасывать. И поэтому будет каша. И будут проблемы с квиклоудером. Нужно будет вручную это все растаскивать. Это не очень удобно. Зачем это делать, если можно использовать квиклоудер, который по этим неймингам будет нам эту сцену заполнять. В правильном порядке. Значит, кроме того, как правильно неймить объекты, есть еще несколько правил подготовки сцены. Это правильное их расположение. Ну, здесь мне будет легче объяснить насчет вот этого цилиндра. Что мы видим? У него high-поле есть и low-поле. Low-поле находится в тех же координатах, в той же позиции и с такими же размерами, как и high-поле. То есть, если бы у меня low-поле находилось бы тут, а high-поле бы здесь, то у меня бы ничего не запеклось. Ну, или бы запеклось, только вообще все неправильно, некорректно. Потому что мармасет будет брать информацию по клетке. Например, вот такая вот будет у него клетка у этого цилиндра, да, ну, только она будет кругленькая. И все, что попадает в эту клетку, будет запекаться на соответствующие карты. Например, давай я покажу. Вот у него будет клетка вот такой вот радиуса, да, вот такого диаметра. И в нее мы можем увидеть, залазит кусочек high-pole цилиндра. Это значит, что мармасет увидит вот этот кусочек и запечет его, соответственно, на этот low-поле цилиндр. Но нам это не нужно, поэтому необходимо переместить этот цилиндр на место нашего high-pole. Ну, или наоборот, high-pole на место low-pole, да. Тут, в принципе, нет никакого значения, что куда таскать. Самое главное это то, что high-pole и low-pole должны находиться в одних и тех же координатах и иметь такой же размер. Что насчет размера? Здесь видно, что high-pole выпирает из границ low-pole. Что можно сделать? Мы можем увеличить low-pole вот таким способом, что теперь она будет выпирать. Но корректнее всего использовать немножко уменьшенную low-pole, чем high-pole. Для того, чтобы у нас все корректно запеклось. Итак, кроме расположения и неймингов, у low-pole и high-pole должны присутствовать соответствующие материалы. Вот для всех low-pole объектов я создал по материалу. Для куба создал материал с названием mcube. На самом деле, все равно, как его называть. Просто привычнее назвать m, типа material, нижнее подчеркивание и название нашего меша. Можно назвать как угодно, абсолютно. Но просто главное, чтобы у low-pole был всего один материал, назначенный на меш. И у цилиндра я создал m-цилиндр. Тем самым, сколько у нас материалов на low-pole, столько у нас и текстурных сетов. Потому что одна текстура идет на один материал. Нельзя их как-то объединять. Ну, или же там какими-то костылями это можно будет сделать. Но проще всего подготовиться так, чтобы потом ничего не нужно было исправлять. Значит, если вам нужна одна текстурная сцена, то вы на все low-pole, которые соответствуют этой текстуре, должны назначить один материал. Например, у меня будет здесь еще один куб. Я его просто дублировал. И у него должен быть такой же материал, m-cube. И здесь сбоку, справа, есть циферка 2. Это означает, что этот материал принадлежит двум объектам. И это означает, что какая бы ни была у них развертка, будет применяться один материал на все объекты, которые имеют его. С этим, я думаю, понятно. Так как у меня два текстурных сета, я это сделал для того, чтобы показать некоторые функции marmoset, которые будут полезны именно для двух и более текстурных сетов. Значит, материалы есть. Все расположения координат low-pole и high-pole соответствуют. Все naming соответствуют. Что еще нужно? Нужно теперь назначить материалы для high-pole. Зачем это делается? Для того, чтобы мы запекли карту, ID-шку, я еще называю, по которой можно будет при текстурировании, не в Substance Painter, да и вообще где угодно, там в том же marmoset создавать маски и добавлять один материал по этой маске. Вот, например, для этих флоутеров я создал материал, который будет именно лежать на этих флоутерах. Для этого болта я создал свой материал. Для основного куба я не создал никакого материала, потому что на него не будет применена и так какая-то ID-шка, она сама поймет, да, какую сюда ее впихивать. Но для каких-то моментов, которые будут, например, присутствовать где-то здесь, да, или вот тут, нам нужно будет создать определенный материал. Если мы не будем создавать на high-pole материалов, то у нас тут будет ID-карта сплошного цвета на абсолютно всей поверхности. И мы не сможем создавать какие-то маски. Кроме этого, кроме этих материалов и всего прочего, что я сказал, нужно подготовить тщательный low-pole. Вот смотри, что означают вот эти вот edge, да, вот эти вот лупы. Зачем я их сделал? Давай посмотрим внимательнее на high-pole этого цилиндра. Мы видим здесь, что у него есть такая интересная форма, вот эти вот впадины. Это все будет запекаться на лупольный плоский цилиндр. И для того, чтобы это все корректно запеклось, я в этих местах, можно даже чутка вот так вот подвинуть, да, я создал еще одни лупы вспомогательные, которые будут корректно запекать на себя всю информацию. И с этой стороны я не добавлял лупов, для того, чтобы можно было посмотреть, в чем разница, да, с этими лупами и без этих лупов. Мы это посмотрим уже на этапе бэйкинга. Я тщательно посмотрю, вообще скажу и покажу, в чем разница, то есть стоит ли их добавить или не стоит. Это все временные лупы. После бэйкинга их можно убрать, просто dissolve edges. Все, они у меня убираются, при этом карта не будет никак меняться. Это нужно только для запекания. Так, и последнее, что нужно не забывать, при подготовке моделей для бэйкинга, это триангуляция луполик. Я сегодня набросил модификаторы triangulate, для того, чтобы при экспорте у меня они уже были триангулированы. Есть функция именно триангулировать в момент экспорта, там есть такая галочка, но мне проще всего это делать при моделинге. Я тогда могу смотреть сетку, как она с триангуляцией и без триангуляции выглядит. Значит, вот такая вот сетка. Также этот модификатор можно будет отключать. Если там нужно будет сделать какую-то управку, ты его просто отключаешь, двигаешь edge, потом опять включаешь и экспортируешь. Зачем нужно делать триангуляцию? Для того, чтобы Marmoset правильно понял вообще общую геометрию. Вот давай я тебе покажу на таком простеньком примере. Я создам тебе plane. И эту точку потяну вверх. И у меня получается интересная геометрия. Мы здесь видим вот такой вот идет edge, но так как я его не создавал, его нету здесь на геометрии, Blender сам его сюда подтянул. Например, тут есть такой edge, а мне нужен другой. Я соединяю вот эти вот точки, дополнительно я делаю такой вот edge, и теперь у меня меняется геометрия. Что если я не буду его создавать? Если здесь будет вот такая вот штука, Blender воспринимает это как вот такую форму, да, с вот таким вот edge. А Marmoset может воспринять такую форму с вот таким вот edge. То есть он его автоматически поставит, только не так, как Blender, а вот по-своему вот так вот сделает. При этом мне нужна другая форма. Мне нужна вот такая вот форма. А Marmoset подумает, что мне нужна другая форма, вот такая вот, и сделать свою. Для того, чтобы такого не было, нужно эти моменты все триангулировать. Я наброшу сюда triangulate с fixed. Почему fixed? Потому что он сохраняет геометрию, просто ее триангулирует. Если там сделать beauty, он будет ее делать как ему угодно, поэтому может скривиться в неправильное положение геометрия. Я всегда ставлю fixed. И у меня теперь добавляется сюда именно edge. Без него у меня edge нету, но форма сохраняется. Именно в Blender. При экспорте без этого edge Marmoset может ее исковеркать и сделать вот такой продольный edge. Но если я триангулирую, тут добавляется дополнительная геометрия, которая показывает Marmoset, что мне нужно именно так. И он не будет ничего с этим делать. Поэтому я всегда добавляю сюда triangulate, чтобы просто было меньше косяков. Итак, теперь как это все дело можно заэкспортировать? Можно это все выбрать и экспортнуть, как обычно. Но если мы экспортируем все вместе с float'ами, то Marmoset их просто никуда не добавит, потому что у них нету приставки high, low. Он их просто пропустит. Поэтому нет никакого смысла их выделять. Я выделю отдельно cube high, cube low, cylinder low и cylinder high. Вот они у меня. Корневые, так скажем, основные меши. А float'ы отдельно заэкспортирую в совсем другой меш. Назову его float'ами. Просто нажимаю экспорт и готово. То же самое делаю отдельно с этими. Ну, я уже это показывал. Все, теперь можем переходить в Marmoset. Перед тем, как продолжить, я расскажу тебе про электронную библиотеку Just.IT. Здесь ты можешь найти любые обучающие материалы по разным направлениям. Ну, вот, например, в разделе дизайн ты можешь выбрать курс по определенной программе, которую хочешь изучить. Здесь есть и курсы по Maya, Blender, Cinema 4D и прочим интересным программам. Все это добро ты можешь посмотреть, приобретя разовую подписку и получив доступ ко всем курсам. Ссылка будет в описании. Итак, теперь мы в Marmoset. Давай тебе расскажу поподробнее, что это за программа, что тут нужно нажимать, чтобы получить вкусный бейк. Значит, когда ты только запустил эту программу, тебе необходимо создать новый бейк-проджект. Ты нажимаешь на этот хлеб, тебе создается отдельный такой бейк-проджект, который вмещает в себя бейк-группу. А бейк-группа вмещает в себе папочки High и Low. В бейк-проджекте ты можешь создать кучу групп, которые тебе нужны, просто нажимая на эту кнопку. Мне они пока что не нужны, поэтому я их удалю. Также ты можешь здесь нажатием на кнопку с буквой H скрывать и показывать все хай-польки. Вот, например, тут на хай-польках глазика нет. Значит, что я их просто не вижу. Я нажимаю на хай, и все эти хай-польки у меня включаются включаются и отображаются во вью-порте. То же самое я могу их отключить. Идентичная ситуация с следующей кнопкой под значком L. Я могу включать и отключать папочку Low. В основном, она у меня никогда не отключается, потому что мне нужно видеть, что я пеку вообще. Следующая кнопка с буквы в кай-п. Тут можно навестить и прощать, что она делает, но я расскажу тебе быстренько, что вообще такое. Когда ты только загрузил сюда все объекты, ты нажимаешь на нее, и она у тебя печет в быстром, так скажем, темпе, печет все карты, которые у тебя будут тут указаны изначально. И автоматически их применяет на материалы. Но ты можешь воспользоваться другим способом, нажав на кнопку Bake просто. Тем самым, ты запечешь все карты, но они у тебя не применятся на эти материалы. И для того, чтобы это произошло, тебе нужно будет нажать на эту кнопку в любом случае. Тебе нужно будет на нее нажать. В основном, она нажимается один раз, просто для того, чтобы сюда подтянулись, например, в M-Cube, чтобы сюда подтянулась нормалка автоматически, да, из той папки, в которую ты будешь ее запекать. И Ambient. Все. Больше эту кнопку мы вообще никогда не нажимаем. Вы можете нажать несколько раз, но ничего особо не произойдет. Все. Дальше. Вкладочка Geometry. Здесь есть кнопка Use Hide and Meshes. Она помогает, значит, если мы ее отключим, это значит, что при выключенных группах Marmoset не будет их использовать. Если они выключены, значит, их как будто не существует. И Marmoset будет делать запечку без отключенных вот этих вот наших мешей. если у нас включена галочка, она тут по умолчанию стоит, но выключена Bake Group, а тут нету глазика, Marmoset будет ее все равно воспринимать как включенную. И все. Это может быть полезно для того, чтобы запекать флоутеры, да, чтобы там Ambient не портился, но об этом чуток поподробнее дальше. В основном она у меня всегда включена. Я ее буду выключать, когда буду печь флоутеры. Дальше. Это Smooth Cage. Значит, можем его включить, можем его выключить. Тут как сам Marmoset говорит, что он делает такой плавный кейдж, чтобы запеклось все корректно, да, чтобы там по явичке ничего не плыло и так далее. В общем, просто включаем, он тут и так по умолчанию включен, все, не трогаем его. Ignore Transforms. Например, если у тебя не сброшены были трансформы в Блендере, то при включенной галочке здесь, когда ты будешь импортировать сюда свои модельки, они будут с нулевыми координатами. Даже если в Блендере они у тебя имеют свои там трансформации, там какие-то расположения по x, y, z и прочему. И Ignore Backfaces. Это означает, что если у нас будет она включена, Marmoset будет игнорировать вывернутые нормали. это то, о чем я говорил. Если мы ее отключим, то Marmoset не будет их игнорировать и будет их воспринимать как обычные стенки. Так, дальше Fix Mirror это Tangents. Можем включить для того, чтобы починить, так скажем, какие-то проблемы, если мы используем модификаторы Mirror. Но в основном никаких проблем у меня не возникает. Нужно просто уметь правильно печь, чтобы не было никаких проблем. поэтому эту галочку можно сюда вообще не ставить. Дальше Tangent Space. Можем выбрать какой нам уход. Тут Maya, можем поставить 3D Max. Но Marmoset и так справляются со своей задачей, поэтому по умолчанию он тут стоит, пусть он так и будет здесь. Потом Tangent Calculation. Pixel and Vertex. По умолчанию будет пиксель, ничего тут не трогаем. И теперь самое интересное это Tangent Orientation. Тут есть правая рука и левая рука. То есть что такое правая рука? Это когда у нас нормалка под OpenGL. Там для Maya используется это под ее рендеры, да? И левая рука это у нас под DirectX. То есть в чем прикол? Если мы пичем под правую руку, у нас на Normal карте не будет флипаться Y. Если я выберу Left Handed, то у меня нормалка запечется с вывернутым Y и нужно будет его здесь активировать, чтобы она корректно отображалась. Тут даже написано для чего оно нужно. вот Left Hand он нужен для DirectX, что я и сказал, для 3D Max и так далее. В основном я привык это все делать в OpenGL, поэтому использую Right Handed и Y флипать мне не нужно будет. Это уже когда мы будем текстурировать, можно просто указать при экспорте Substance Пейнтера, что нормалка у нас должна быть DirectX, поэтому она будет автоматически флипаться, то есть Right Handed тут так мы и оставляем. Следующая кнопка это Quick Loader. После того, как мы заэкспортировали все объекты, я нажимаю сюда клавишу Load и выбираю вот такую сцену, которую я экспортировал. При этом у меня создаются бейковые группы под каждую из них. Это для Cylindra и для Куба. Если мы правильно назвали все наши меши, то они рассортируются по конкретным папкам, что позволит создать Marmoset отдельно для них еще и бейк-группы. То есть вообще все будет круто, поэтому нужно правильно неймить свои модельки, чтобы не было никаких проблем. Вот. Но у меня же еще есть и флоутеры, а флоутер сюда я во-первых не экспортировал, во-вторых, даже если бы я сюда экспортнул вместе с этим FBX Marmoset бы их просто скипнул. Поэтому нажимаем сюда на Import Model, на этот куб, и выбираем отдельную меш флоутеры. Вот. У меня создается вот такая вот шняга, которая включает в себя много флоутеров, я их могу отключать, включать. Так как эти флоутеры я создавал для Куба, я их просто перемещаю вот сюда, в папочку High. Все. При этом у меня теперь на High-Pol будет, я скрою Low-Poly, покажу High-Poly, вот, тут вместе с флоутерами. Если я их отключаю, их тут-по тут не будет. Но я их включил, поэтому здесь все отображается корректно. То есть их нужно погружать еще и вручную. Но бывают случаи, когда у тебя есть и на, например, у меня на цилиндре будут какие-то флоутеры, и на Кубе будут флоутеры, и поэтому мне придется искать, какой объект отвечает для КВО, для какой лоупольки, и вот так вот перетаскивать просто по этим группам. Например, теперь на цилиндр будут перепекаться вот эти две статуэтки. Ну, так как мне это не нужно, я это все верну обратно, и, в принципе, насчет флоутеров, то, как их сюда импортировать, я рассказал. Так, что идет дальше? Здесь в Quickloader мы можем его убрать, обновить вручную, ну, и поставить галочку After Reload. Это значит, что если мы в блендере будем там что-то изменять, потом обратно заэкспортируем под таким же названием, если у нас включена галочка, Marmoset, когда мы в него перейдем, он автоматически начнет, значит, обновлять эту модельку, и она будет у нас заново сюда подгружаться. Если мы используем ручную подгруженный флоутер, то при After Reload, если мы что-то подменим, у нас будет заново это все подгружаться, вот я сейчас даже нажму After Reload, все, флоутеры у меня убрались, потому что они у меня не включаются они у меня в отдельном FBX лежат, который не предназначен для этой бейгруппы, поэтому мне придется их заново вот сюда импортнуть, но как это можно сделать? Мы можем этот FBX оставить здесь, и выбрать все наши объекты, которые будут отвечать за флоутеры, и мы перемещаем просто в папочку High, при этом у нас остается такая папка Floaters, где мы можем нажать Reload, и она заново нам подгрузит вот эти вот все объекты. Это очень удобно, если мы не уверены, что там у нас корректно сделанная моделька, и может быть нам нужно будет что-то подподравить, поэтому оставляем здесь папку FBX, а это все вручную потом сюда перетаскиваем. Так, что идет дальше? После вкладки Geometry у нас идет вкладка Output, это вторая вкладка, где мы можем выбрать, во-первых, куда будет у нас все это дело сохраняться, нажимаем на эти три точки, у нас вылазит окно проводника, мы ищем папочку, куда должны сохраняться наши бейкнутые все карты, там пишем, как он должен называться, да, я просто назвал bake, это значит, что все карты у меня будут с именем bake, и суффикс там normal, ао, там, курв, и так далее, ну, это довольно просто. Также, когда мы запечем это все, нажимаем на клавишу P, marmoset идет в эту папку, которую мы указывали, и назначает по неймингам сюда карты, которые мы пекли, все, это довольно просто, я думаю, все это поняли, дальше, сэмплы, всегда, если ты хочешь получить хорошее качество, указывай как можно больше, поэтому я всегда указываю 64, но, если мне нужно проверить, как она вообще запечется, какие косяки, там, где-то нужно клетку подправить, я ее не трогаю, то есть, 4 сэмпла самое такое плохое качество, вот, это уже когда я все настроил, я выбираю 64, там, еще меняю настройки, и все, начинаю печь именно в full, конечный результат, так, soft, ну, чем больше мы увеличим, значит, soft, тем у нас будут плавнее лежать эти карты, например, ambient у нас будет больше размытым, ну, и так далее, я никогда не пользуюсь этой кнопочкой, поэтому ее мы пропускаем, формат, здесь, значит, есть три формата, это 8, 16, 32 бита, вообще, по дефолту используются 8-битные каналы, они меньше всего весят, и с ними нет никаких конфликтов в движках, в общем, всегда используем 8-битные каналы, но можно, там, если ты, там, для портфолио там делаешь, да, у тебя нет определенного ТЗ, ты можешь выбрать вообще все, что хочешь, но ты должен учитывать то, что чем больше ты выберешь битов, тем больше у тебя будут весить фотошоп-файлы, тем дольше они будут у тебя, значит, экспортировать, запекаться, дольше у тебя будет экспортироваться в собственности, с ней будет дольше работать, потому что нагрузка на компьютер больше идет, значит, паддинг, moderate, можно сделать здесь кастомный паддинг, мы тут выставляем, что такое паддинг, это, если у нас идет UV-шка, сейчас я покажу UV-шку, вот, например, вот это вот UV-шка, да, паддинг заполняет пустые пространства, беря вот текстурку с запеченных айландов, если у нас не будет паддинга, то тогда при мип-маппинге, который используется для ухудшения текстур в зависимости от того, насколько они далеко находятся в игре, там, чем дальше у нас находится объект в игре, тем у него текстура будет сжиматься и все сильнее и сильнее, и, когда она сжимается, грубо говоря, накидывается сюда blur, и подмешиваются цвета с этого айланда на этот айланд, они подмешиваются, но, если у нас не будет паддинга, то здесь будет какой-то однородный цвет, вот, например, серый, он у нас будет подмешиваться в текстур, это вызовет некорректное отображение, это будет некрасиво, поэтому при паддинге у нас как бы текстурка, которая запекается на айланды, она у нас продлевается, просто цвет вот так вот в бок идет, на сколько пикселей мы указали, если 8, то где-то вот здесь вот будет, да, и при blur у нас будет все конкретно, все корректно отображаться, у нас не будет каких-то пустых мест, то есть вместо этого серого будет запеченная текстурка, просто некие вот цвета будут распределены как-то хаотично здесь, это не вызовет каких-то серьезных некорректных отображениях в игре, значит, с паддингом разобрались, он тут модрейт выставлен по умолчанию, такой пусть и будет, Marmoset сам понимает, какой ему нужен паддинг, он его сам, так скажем, падирует, поэтому все, его мы не трогаем, и дальше идет у нас вкладочка Texture Sets, я говорил, что я создал два материала для того, чтобы именно рассказать про вот эту вот возможность, значит, если у нас два материала, то мы должны запекать отдельные текстурные сеты, нажимаем Multiple Texture Sets, и у нас Marmoset автоматически по лоу-полькам, например, на кубе это M-Cube, на цилиндре это M-цилиндр, и он автоматически их сюда вносит, здесь мы можем их отключать, включать, просто чтобы не запекались, все или что-то конкретное нам нужно, также мы можем здесь менять разрешение карты, можем печь вообще 8К, и зачем это нужно делать, если у нас несколько текстурных сетов, то нам на каждый материал нужна своя текстура, если мы не будем использовать Multiple Texture Sets, но при этом имея два и больше материалов, то у нас запечется какой-то один, например, куб, он запечет на себя всю информацию с куба, и эта же самая запеченная текстура будет дублироваться в M-цилиндр, на его UV-шку, которая указана в лоу-польках, при этом на цилиндре не будет ничего касательно цилиндра, у него будет информация с кубика, нам такое не нужно, поэтому для цилиндра мы будем печь цилиндр для него материала, да, для куба материал куба, поэтому Multiple Texture Sets, все, здесь они подгружаются, выбираем там, какое разрешение нам необходимо печь, и идем дальше. Вот что такое Texture Project Link, это если ты будешь текстурировать в Marmoset, ты выбираешь тут New Project, у тебя создается новый проект, вот он, и здесь вот переходишь в кладочку Texture, ты тут можешь декстурировать свою модель, тут у тебя подгружаются карты, которые будут сюда использоваться, да, здесь у тебя будут лейеры, ты можешь создавать, сколько ты захочешь, вот здесь филы какие-то поделать, тут при экспорте, ну, в общем, нам это не нужно, потому что мы не собираемся декстурировать в Marmoset, и вообще эту вкладочку можно пропустить. Дальше, идет самое интересное, но, идет последнее, но не по значимости, это map, здесь мы можем настроить конкретные map, которые мы будем печь, по дефолту это normals, обычная нормалка, потом world space normals, position, curvature, sickness, ambient occlusion, и material ID, кроме них, мы можем еще тут видеть кучу других карт, которые нужны там для конкретных задач, например, мы можем сделать два ambient, а у нас просто будет запекаться две карты с ambient, причем они будут идентичны, может быть, там для чего-то это нужно, например, для бэкапов каких-то, я не знаю, значит, я пеку все карты в marmoset, кто-то печет в marmoset, там, curvature, ambient и нормалку, а остальные карты печет в substance, но мне привычно печь все в одной программе, чтобы потом в substance ничего не нужно было нажимать и не тратить время на это, просто подгрузить это все туда, и будет все хорошо, значит, кроме того, как мы можем выбирать, какие карты мы сюда будем печь, их можно еще настроить, например, можем суффикс настроить, это значит, что у нас будет вот то, что мы тут указали, bake, суффикс normal, вот нижнее подчеркивание normal, там, можем его вписать какой угодно, и тут будет вместо нормала, там, то, что мы сюда впишем, при этом, мы можем флипать здесь какие-то каналы в нормалке, там, выбирать дизер, не дизер, это работает там, для worldspace нормала, и, в общем, для всех карт, которые мы соберемся печь, есть свои настройки, и в основном используются настройки для ambient occlusion, потому что с ним нужно тут еще повозиться, чтобы он тебе конкретно запекся, так, дальше, здесь идет такая вот ручка, это означает, что мы можем нажать на нее, и у нас откроется эта запеченная карта в программе, которая умеет работать с форматом PSD, это значит, мы запечем нормалку, нажимаем на эту ручку, у нас открывается, к примеру, фотошоп, где мы можем эту нормалку как-то править, причем не только нормалку, а и другую любую карту, которую мы сможем здесь запечь, дальше идет лупа, это значит, мы можем смотреть запеченную карту в текстурном окне, там для Куба, например, но так как я еще ничего не запекал, мне еще, соответственно, не открылось, и вообще, я называю это бомбочкой, но это стрелка, которая указывает на шар, на материал, но мне привычно назвать это бомбочкой, она выглядит как бомба, да, с фитилем, если мы на нее нажимаем, у нас показывается наша изолированная карта, которую мы запекли, например, мы запекаем normal, нажимаем на эту бомбочку, и у нас здесь показывается наш normal, так как я еще ничего не запекал, но тут, соответственно, ничего и не показывается, все, ambient occlusion, для него есть настройки уже более обшитные, например, вот, давай поговорю про эти настройки, райккаунт, чем выше у нас райккаунт, тем четче у нас ambient, окклюжен отображается на текстурке, например, если у нас райккаунт будет там 120, это значит, что на ambient будет много шумов, оно будет какое-то некачественное, поэтому это все будет выглядеть отстойно. При финальном бэйкинге нужно эту, этот ползуночек максимум переставлять для того, чтобы у нас в 4К, так скажем, райккаунт на ambient запекался, чтобы вообще было все четко. Так, ну, для того, чтобы там посмотреть превьюшку, да, там, как оно отображается корректно-некорректно, нет смысла запекать его на full, мы так, типа, запечем на 4К, да, райккаунт, посмотрим, как он выглядит, если все отлично, все, тогда ползуночек выкручиваем этот и печем финальный результат. Вот так это работает. Кроме райккаунта, здесь тут есть еще несколько интересных таких функций, я расскажу про те, которые чаще всего используются, это ignore groups, two-sided и floor occlusion. Например, если ты делаешь новое про floor occlusion, например, если ты делаешь дом, который в игре не будет никак поворачиваться, только по оси Z, у него будет нижний полигон, его дна, фундамент, так скажем, соприкасаться с игровой поверхностью, да, где все там ходят, бегают, достают другие материалы, тогда мы можем включить floor occlusion, что даст нам определенное затенение снизу. Это даст реалистичности нашим текстурам. Вот. Но если, например, ты делаешь какую-то коробку, которая в игре может поворачиваться как ей угодно, там ее могут повернуть там на 190 по у, там и так далее, то туда floor occlusion будет как-то некорректно работать. Значит, мы его все равно, ну, это кому как, кто хочет, тот не хочет, и в основном я не использую его. Дальше, ignore groups, это уже интересная функция, которая позволяет тебе игнорировать группы, которые здесь находятся у меня в бейк-проджекте, вот, куб и цилиндр. Если я нажимаю ignore groups, это означает, что бейк эмбиента будет происходить вне зависимости от того, где находится у меня в каких группах меша. Например, я ее включил, это значит, что на цилиндр будет запекаться эмбиент с хайпольки куба и цилиндра, то есть вообще абсолютно вот что до него дотягивается, да. Если я его отключу, то на цилиндр не будет никак запекаться информация с кубика. Ну, это я потом покажу на практике все, чтобы было более понятным. И последнее это two-sided. Если мы его включаем, то те места, которые, так скажем, пустые на эмбиенте, они будут заливаться сплошным черным цветом. Иногда это полезно, иногда это можно отключать для того, чтобы просто красивее смотрелось, да, где-то какое-то пустое место на текстуре, прям видно его, и вместо того, чтобы оно было черным, оно будет у тебя белым, будет отображаться, так скажем, не так грязно. Но я всегда пеку с two-sided, поэтому я вот так уже привык. Там смотрите, как кому удобно будет. Все, насчет, значит, этих всех кнопочек я рассказал. Теперь давай придем к практике. Итак, как я уже говорил, я создал, еще заранее подготовил сюда проект, все сюда подгрузил. Здесь я отключу After Reload, чтобы мне не пришлось заново все наставить, там вдруг что-то я дерну. Итак, значит, у меня есть тут две байк-группы, это Cube и Cylinder. Значит, насчет куба. У него есть своя High Poly. Вот она. И у него есть своя Low Poly. Low Poly находится в группе Low, High в группе High. Итак, все, что здесь нужно знать, это то, как настраивать кейдж и Paints Cube. Смотри, мы переходим в Low, у него есть настройки там при запекании. Значит, тут мы можем включить отображение кейджа нашего, посмотреть, что он захватывает. Кейдж должен захватывать все хайпольные объекты, все флоутеры, все вот эти болтики. Если кейдж будет вот таким, тут видно, что болтик просто не до конца в него влазит. Это означает, что у меня некорректно запечется. Это получается, что у меня запечется половина болта. Мне такое не нужно, поэтому нужно всегда расширять кейдж так, чтобы он захватывал все хайпольные объекты. Но при этом, если я его увеличу прямо через чур, тут можно будет увидеть, что кейдж сам в себя залазит, он пересекается. Это неправильно. Если у нас так будет, то тут будет такое черное пятно, морозет плохо запечет. Поэтому с этим нужно аккуратно работать. После того, как мы настроили кейдж, мы также можем менять ему прозрачность. В основном оно стоит на 0,05. Ничего тут можно не трогать. Мы можем настроить ему скью. Сначала можно посмотреть, как оно отображается. Что это за волоски, да? зеленые, мы видим, что они направлены не строго вверх, они направлены по нормалям нашего объекта. Если у меня есть только перепад, да, вот так у меня заворачивается, то здесь по центру будут волоски прямые, а при завороте у нас нормали будут смотреть по разным сторонам вот так вот. И поэтому так оно отображается. Значит, это очень важная штука. Давай я сначала не буду вообще ее трогать, чтобы показать результат при бейке без настроенного скил. Потом я его настрою, покажу тебе, как это делается и вообще, что оно меняет. Если я что-то буду здесь делать, да, там paint скил, нажму сюда paint скил, я могу рисовать эти правки как на самой UV-шке, так и на самой модельке. Вот эти вот красные нормали, они, как ты можешь увидеть, выпрямляются. Вот тут они у меня смотрят под углом, а я беру и их выравниваю прямо, чтобы они смотрели. Зачем это делается? Для того, чтобы у нас корректно запеклись наши флоутеры, да, наши хайпольные какие-то детали, которые даже, пускай, и не флоутеры. На практике тебе будет понятнее. Значит, тут я могу нажать на clear, да, это все убрать, тут можно значения поменять, size, flow и sharpness. Все. То же самое это работает с paint offset. Я могу где-то конкретно его увеличивать, где-то конкретно его уменьшать. Иногда это вот последний шанс, скажем, исправить. Если это не работает, то придется уже менять саму сетку в геометрии. Итак, кроме этого, здесь есть auto-bake. Я его сюда убираю, потому что, ну, что он вообще делает? По умолчанию он стоит на quick. Это значит, что мы там дернули offset, как-то его поменяем, да, и у нас начнет автоматически бейкаться. Вот когда мы отпускаем клавишу, все у нас, пошел бейк. Кроме Ambient'а и других карт. Вот тут написано, кроме Ambient'а и материал bake outputs. Значит, нормалка будет запекаться и другие карты, которые к ней принадлежат. Мне такое не нужно, потому что они, во-первых, запекаются в плохом разрешении. Зачем мне это нужно? Я поэтому отключаю на вообще этот автобейк. Но можно поставить full, это значит, мы там что-то дернем, и у нас полностью будет все запекаться. И нам придется ждать, пока запекутся все карты. Ну, в общем, это не нужно. Я в основном привык запекать. Вот у меня до сих пор пекутся карты, я нажимаю, и Marmoset все встал, он сейчас думает, как запечь правильную карту. Я его тут отключаю, и уже пеку окончательный результат после того, как все настроил. Итак, пришло время показать, как у меня пекутся все вот эти вот карты. Я сейчас отключил здесь ненужные карты, например, World Space Normal, Position и все остальные, которые мне не нужны. Разберу только нормалку, Ambient Acclusion и Material ID. Покажу, как они работают. Я выставил здесь 64 сэмпла, 8-битный канал, 4К текстуру на каждый материал. Почему 4К? Потому что чем больше, тем качественней, но при текстурировании мы можем экспортировать это все в 2К, там, вообще, как нам угодно. Но печем мы всегда в 4К, потому что чем лучше мы запечем, тем качественнее будут у нас отображаться там маски, работать в текстурах и так далее. Так, это я настроил. Normal, Campion Occlusion. Здесь у меня Раккаун 512, Two-Sided и без игнора групп. Нажимаем Bake. Итак, после запекания я отключу все хайпольки и нажму на клавишу P, что отобразит все запеченные карты на кубик и на цилиндр. Итак, все флоутеры запеклись, все отлично, но так как я не менял здесь Skew, запеклось, оно не совсем все корректно. Давай я посмотрю на конкретные места. Что я говорил насчет цилиндра? Помнишь, я здесь пробрасывал вот эти вот лупы для того, чтобы, как я и говорил, у меня корректно все запеклось. Если мы посмотрим на это место, где я их пробрасывал, видим, что здесь вот такое вот ровное, все запеклось ровно. Но в тех местах, где я их не пробрасывал, можно увидеть вот такие вот волны, такие зубчики, оно поплыло просто, все поехало. Как это можно исправлять? Это можно исправить просто, давай, тут skew, да, вот я там как-то сейчас накручу его здесь. Теперь давай посмотрим, в чем же разница, где я рисовал skew, а где я не рисовал. Тут я не достал, давай посмотрим здесь. Смотри, там, где я пробрасывал лупы и там, где я их не пробрасывал, но рисовал skew, результат одинаковый. То есть, можно сделать вывод, что зачем пробрасывать лупы, если можно skew мазануть и у тебя все вставят на место. Но прикол в том, что skew это вариант для таких простеньких решений, где нужно подправить там какой-то полтик и так далее. На каких-то сложных формах, например, на цилиндрическом каком-то объекте, например, вот ведро, и там у тебя резьба такая идет, чтобы крышку закручивать пластмассовую. Там у тебя будет очень много этих вот полосочек резьбы и если ты будешь везде skew рисовать, ты можешь попортить фаску, которая будет после этой резьбы там переходить в обычную форму ведра, да. Поэтому для того, чтобы, ну, ты можешь зацепить что-то, да, какую-то форму другую, которую вообще не нужно. То есть, это нужно делать максимально аккуратно, ты тратишь больше времени. Чтобы этого не делать, просто пробрасываешь лупы, там, пять лупов пробросил на ту резьбу и все, у тебя все встало на место и без никакого skew не нужно там ничего рисовать, красить. Вот. То есть, skew это так, как я уже сказал, для каких-то болтиков, для каких-то маленьких объектов, которые находятся, ну, там, какие-то отверстия флоуторные, да, то есть, вот для вот этих вот всех мест. Итак, значит, а если мы не будем рисовать skew и без этих лупов, то мы получим шокальный результат, который нам не нужен. Итак, теперь, что насчет фаски. мы можем коцнуть фасочку, если будем рисовать skew по местам перепада геометрии, да, у меня на цилиндре тут по 90 градусов и запекается такая ровненькая фасочка с хайпольки. Если я буду рисовать skew по краю цилиндра и бейк, то скажу, что у меня слетит фаска полностью. У меня здесь просто не будет. у меня она будет настолько плоская, что можно сказать, что хайполь тут вообще никакого значения не сделало. Сейчас у меня пропечется и я покажу вот конкретно, что здесь слетела фаска. Вот, смотри. На месте, где я не рисовал skew фаска такая вот ровненькая, да, такой переходик. А там, где я его рисовал, можно заметить вот такой вот шов и здесь вот прям видно, как идет от плавного перехода в шов. Это все, можно сказать, спасибо skew на фасках. Поэтому не нужно рисовать его на таких вот формах, да, нужно помнить всегда, что нельзя skew рисовать на таких формах, чтобы не было какого-то неправильного отображения. Так, и теперь что насчет кубика. На кубике тоже есть моменты, которые... Сейчас я это уберу. На кубике есть тоже моменты, которые я бы хотел бы сказать. Давай начнем с этих линий. Здесь видно две линии, которые, ну, в принципе, запеклись нормально и без skew. Поэтому их мы можем так и оставить. Но здесь видно, что фаска немного поехала, тут прям она виднеется, а тут ее меньше. То есть, как бы эта полосочка смещена влево. Для того, чтобы это исправить, нужно на кубике, сейчас я его включу, чтобы он тут запекся у меня, поменяю на 2К, чтобы долго не ждать. Нужно на вот этом кубике нарисовать skew. Итак, тут я skew нарисовал, пропек. Теперь давай посмотрим, в чем же разница, где я его не рисовал и где я его рисовал. Тут можно заметить, что вот здесь покажу вот так вот даже, вот тут у меня тень такая вот ровненькая, а тут тень прям заезжает вот аж до половины этого скругления, да, и отображается некорректно. Так же, что тут у меня фаска меньше, чем здесь, а тут у меня фасочки одинаковые. Поэтому skew помогает в таких моментах. Итак, теперь давай перейдем к этому болту. Сейчас я не рисовал здесь вообще skew, оно в принципе и так выглядит нормально, но я покажу разницу, если я нарисую skew на половинке, это я сделаю вот таким образом, нарисую тут просто на половинке этого болтика skew. Теперь давай посмотрим, в чем же разница. Сейчас оно у меня запечется и обрати внимание вот сюда сразу же, да, точнее, вот сюда. Здесь оно стало как бы шире, да, тут он такой больше стал, а тут он такой сплюснутый, маленький. То есть идет не совсем сильно большая разница, но идет такое некорректное отображение, если мы не рисуем на флоутерах skew. На флоутерах skew просто необходим. Это просто вот must have. Если у нас нет skew на флоутерах, то тогда они у нас могут поплыть вбок там, как-то некорректно запечься. Ну, это такая форма, на которую можно вообще напревать, и оно и так нормально запекается и без skew. Но, если у нас идет вот такая вот сложная задача, нам нужно запечь внутряночку, да, как это все у нас там отображаться будет. Если я смотрю на хайполе в блендере, да, как я это делал, то тут статуэтки стоят вот в таком положении. Если я смотрю в мармасете, то статуэтки, видимо, ну, как-то увеличились, поплыли, это вообще как-то вправо ушло, это влево ушло, что-то нам больше стало, чем это. Некорректно это все отображается. Поэтому здесь необходимо тоже нарисовать skew. Сначала я это делаю на вот этом вот флоутерном углублении, а потом уже на самой внутряночке. И теперь запеку, покажу вообще, какой результат мы получим при правильных, нормальных при skew. Вот такой результат. Если я буду печь в 2К, я сейчас попробовал печь в 2К, у меня поплывут вот эти вот статуэтки, поэтому я поднял качество на 4К, чтобы такого не было. Значит, на флоутерах запоминаем skew просто необходимо, особенно на таких сложных флоутерах. но на фаске, которая отбита геометрией, да, как вот эта штука, skew рисовать не нужно, потому что тогда ты попорчишь все переходы, все сглаженные углы. Давай я покажу тебе на примере вот этого углубления, которое на лоу-поле тоже отображено геометрией. Итак, давай запеку внимание на том местах, где я рисовал skew. В случае с цилиндом фаска у меня просто ее просто не будет, вот, и начнется такое некорректное отображение, во-первых, эмбиента, и во-вторых, нормалки. Поэтому запомним, что skew рисуем только на флоутерах, на геометрии, на каких-то вот этих вот фасочках, забываем про skew, вообще, что это такое. Теперь осталось рассказать про ambient occlusion и про материал ID. Давай я сейчас запеку материал ID на примере этого кубика. Ты можешь тут заметить в материалах у меня есть болт, раунд кьюб, да, это материалы на хай-поле, которые я создал для того, чтобы запеклась ID. Сейчас я их запеку и покажу вообще, что она из себя представляет. Значит, я нажимаю на эту кнопку и у меня показывается ID, по которой я могу потом создавать маски в Paint или там в том же мармасете. При текстурировании я выбираю пипеточкой цвет и у меня создается маска для этого цвета. Вот так вот это работает. Если бы я не создавал бы вот этих вот материалов, то здесь бы у меня было бы все залито красным сплошным цветом. А это нехорошо, потому что болтик, тогда пришлось бы создавать для него маску вручную, так вот рисовать, кисточкой ее. а зачем это делать, если у нас есть карта Material ID. И теперь о последнем. Самое интересное и самое сложное это Ambient Occlusion. У него есть несколько настроек, о которых я уже говорил. Сейчас я поговорю исключительно про Ignore Groups. Смотри, так как у меня кубик и цилиндр находятся рядом, если я включу Ignore Groups, у меня Ambient запечется от цилиндра на кубик и от кубика на цилиндр. То есть тут будет такое затенение. Если я его выключу, то у меня запечется Ambient Occlusion, который не будет учитывать то, что рядом с кубиком находится цилиндр и то же самое то, что возле цилиндра не находится кубик. То есть как будто эти два объекта находятся вообще не друг от друга. Вот, смотри. Здесь нет никакого затенения. Это полезно использовать, если ты печешь сразу несколько объектов, например, там пять коробок, которые будут раскиданы в игровой сцене по разным углам карты, и зачем тебе печь между ними тень, если, например, она будет коробка одна стоять индивидуально, и будет видно, что рядом с ней тень, а от чего эта тень происходит, вообще непонятно. Поэтому игнор-группы мы выключаем. Вот как в случае с кубиком и цилиндром. Но, если у нас, например, моделька это строительный кран, например, да, сам кран и его опора, которая, которая вкапывается в землю, они будут в игровой сцене находиться вместе. Они не будут никак разъединяться, то есть там отдельно кран, отдельно опора, они будут всегда вместе стоять. но у них отдельные группы для крана и для опоры. У них две байк-группы. Для того, чтобы между ними сделать Ambient Occlusion, нужно включить Ignore Groups. И теперь обрати внимание вот сюда. С кубика перечется сейчас Ambient на цилиндр, а на кубик. Это даст нам, во-первых, масло, мы можем добавлять пыль, и во-вторых, просто реализма, реалистичного отображения. Вот. Здесь можно заметить, особенно на цилиндре, как идет такая вот тень градиентная. Чем ближе на кубику, тем темнее здесь становится текстура, и чем дальше, тем она светлее. А тут вообще нет этого Ambient Occlusion. Тут, если что, я рисовал скил, не забывай об этом, вообще, что в комментариях начнется, что я там упустил что-то. Значит, это что касается Ambient. Теперь, что насчет флоутеров. Если я увеличу флоутер, то здесь, где у меня идет вот этот сам флоутер, я делал для него такую вот шляпу, которая делает мне иллюзию планового перехода и как будто это все вместе соединено в один объект. Значит, по вот этой окантовочке у меня Ambient будет пропекаться белой линией. На таких маленьких объектах, на таких маленьких формах этого вообще никак не видно, и можно на это закрывать глаза. Но если у тебя какой-то серьезный флоутер, который будешь ты запекать на какую-то, большую форму, то тогда после Ambient у него будет такая белая ярко выраженная окантовка. Не просто линия, а именно белая окантовочка. Это касается каких-то флоутеров на углубление, то есть, вот это у меня флоутер на выпуклость, но есть и вот такие флоутеры на углубление. Тут нужно выворачивать нормали, и оно будет отображаться вот так вот. То есть, это флоутер на углубление я создал. И здесь вот эта окантовка, она будет белая, потому что она у меня находится на вот таком расстоянии, и между этим расстоянием будет пропекаться Ambient. Соответственно, здесь у меня будет белый Ambient, а тут у меня будет темный Ambient. Почему? Потому что вот этот флоутер отбрасывает тень на объект, и от него будет такая тень, а здесь ее не будет, и получается у нас будет белая форма на темной, на такой затемненной поверхности. Именно поэтому в таких случаях необходимо делать вот что. Мы отключаем все карты, кроме Ambient. Ну, соответственно, сначала мы печем все карты, которые нам нужны, кроме Ambient, с этими флоутерами, да, то есть, они у меня тут находятся. После того, как я это все запек, я, наоборот, выделяю один Ambient Occlusion, который буду пропекать. И обрати внимание, что я отключаю вот эти вот флоутеры, которые у меня здесь, для того, чтобы она, тень не пропекалась с них. Да, не будет никакой тени, но и не будет никакого косяка белого. Значит, выбираю только Ambient Occlusion, отключаю галочку Use Hide и скрываю вот эти вот две полосочки. Тем самым, я не буду пропекать Ambient в этих местах. Нажимаю Bake. При этом, не забывайте, что High должна быть включена, все должно быть включено. После чего можно отключить его и посмотреть, что, например, тут у меня пропекся Ambient, тут у меня тоже пропекся Ambient. А вот эти вот места, которые я отключал, тут Ambient нет. Может быть, оно смотрится как-то нереалистично, но зато тут нет никакого косяка. Это все равно на текстурах потом обыграется и никто этого даже не заметит. Но прошу обратить внимание, что если мы не печем Ambient с флоутерами, Ambient все равно будет запекаться на геометрию, которую мы именно создали. То есть, это не флоутерная геометрия, а ту, которую мы создали. Это не нужно забывать. Ну, в принципе, ребята, все. Это такой длинный туториал. Я надеюсь, вы много чего научились, просмотрев это видео. Поэтому отблагодарите меня лайком, подпиской и комментарием. Мне было бы интересно узнать, какие вы узнали для себя новые вещи, полезности, а какие вы уже знали. Пишите это в комментариях. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вагалюк. Всем удачи, всем пока.